Культур древесных растений посаженных в закрытой и открытой корневой системе системы в зелёном поясе города Астаны. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый президент, участник конференции. Тема моих докладов – наблюдение за ростом и состоянием лесных культур древесных растений посаженных в закрытой и открытой корневой системе в зелёном поясе города Астаны. Способ посадки саженцев зависит от типа корневой системы. Растения с закрытой корневой системой, условно ПМЗК, это растения, выращенные в различных контейнерах. При посадке растения с закрытой корневой системой, посадочная яма должна превышать объем земляного кома приблизительно в 2 раза, чтобы корни растения сразу же попали в благоприятную следу. Такой способ посадки имеет более длительный характер и по времени. Саженцы с открытой корневой системой ОКС, растения, выкопанные землеголыми корнями, способ посадки с открытой корневой системой имеет более сжатые сроки, день-два. Способы посадки растений в зависимости от качества посадочного материала различаются. Поэтому для определения оптимального способа посадки лесных культур в зеленом поясе города Астана в 2011 году сотрудниками ТО «Астана-Арманы» на площади 14,8 гектар был заложен опыт и созданный культурой из интродуцентов и местных растений, посадочным материалом закрытой и открытой корневой системой. Посадка проводилась в межкулисные пространства. При этом решалась задача по выбору оптимальных пород хвойных интродуцентов. Для посадки были выбраны такие породы, как пихта бальзамическая, ель ингельмана, ель колючая, ель черная, ель сибирская, дуб черешечки, пихта сибирская, лиственница сибирская. Выбор пород производился от ТО «Астана-Арманы». По литературным данным были выбраны разостойкие, солеустойчивые породы. С таблицы видно, что из всех наблюдаемых видов ели, посаженных в закрытой корневой системой, наибольшую сохранность имеет ель колючая, 53%, наименьшую ель ингельмана, 39%. Сохранность пихты бальзамической составила 16,5%, при этом у этого вида имелись сомнительные растения. Среди открытой корневой системы наилучшая сохранность была у губочеречечки, 88%, ель сибирская, 70%. Примерно одинаковая сохранность была у сосны обутновенной, 27%, и лиственницы сибирской, 27%. Хуже всего сохранилась пихта сибирская. Если рассмотреть приживаемость и сохранность растений по годам, видно, что по сравнению с 2011 годом, в 2015 году резко снизилась сохранность пихты сибирской в 3,3 раза. Пихта бальзамическая изначально в 2011 году имела плохую приживаемость 17,8%. Поэтому можно сделать вывод, что для произрастания обоих изученных видов пихты условия зеленого пояса города Астаны не подходят. В остальных пород сохранность понизилась вредним 1,3 раза. В 1,1 и 1 раз ель сибирская по языкам, дубчеречки, лиственница, сибирская, открытая корневая система. В 1,2 и 1,5 раз ель, ель колючая, ель сибирская и сосна обутновенная. Также были изучены биометрические показатели роста растений, высаженных с открытой и закрытой корневой системой. Изучение роста хвойных растений, посаженных с закрытой корневой системой, показало, что наибольшая высота и прирост всех видов ели были у ели черной. Соответственно, высота 66,4 и прирост 24 сантиметра. Наименьшая у ели Энгельмана 43,4 и 10,8 сантиметра. Пихта бальзамическая имела медленный рост. Хвойных пород, посаженных с открытой корневой системой, наибольшая высота наблюдалась в стены обыкновенной. Большой прирост в текущем году был у лиственницы сибирской. Дуба чересчатого прирост в 2015 году составил 67,4 сантиметра, а высота достигла 154,2 сантиметра. При сравнении роста ели сибирской, посаженной по МЗК в однолетнем возрасте и открытой корневой системе в 3-4-летнем возрасте, видно, что их рост практически сравнялся, а прирост в 2015 году был выше у ели сибирской по МЗК 21,3 сантиметра. При практически одинаковой сохранности. Следовательно, для создания лесных культур можно использовать сажи ели сибирской, закрытой корневой системы в однолетнем возрасте. Но следующее число, что уход за таким растением более трудоемкий, чем за 3-4-летними саженцами. Высота дуба чересчатого в 2015 году увеличилась в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Высота лиственницы сибирской в 1,8 раз. Все виды ели увеличили высоту в 1,2-1,7 раз. Наиболее медленно росла пихта сибирская. По сравнению с прошлым годом прирост всех наблюдаемых пород по МЗК увеличился. Прирост в 2015 году был значительно больше прироста в 2014 году в лиственнице сибирской в 3,5 раз. Дуба чересчатого в 3 раза и ели черный в 2,9 раз. Состояние хвойных растений как посаженных методом закрытой корневой системы, так и открытой корневой системы в целом удовлетворительное. Хвоемность деревьев густая, хвоя зеленая. В солнечных ожогах хвои не наблюдается. Дуб чересчатый при самой высокой сохранности имеет хорошее состояние и рост. Что говорит о том, что он находится на данном этапе в оптимальных для роста условиях. Хотя и повреждается поздневесенними заморозками и объедается зайцами. Можно сделать вывод, что для почвенно-климатических условий города Астана наиболее благоприятными из приведенных пород древесных растений являются ель колючая, ель сибирская, дуб чересчатый. Неплохие показатели сохранности и роста имеют также ель черная и сосна обыкновенная. У меня все. Спасибо за внимание.